Hello guys! Привет, ребята! How are you? Как у вас дела? В этом видео мы поговорим с вами о конструкция с глаголами на ing. Давайте разбираться, что же это такое. Сначала давайте расшифруем сообщение, которое показано здесь. Что это за предложение? Окей, может быть это I love football. Я люблю футбол. А как же нам с вами сказать, что мы любим играть в футбол? Для этого нам понадобится конструкция с глаголами na ing. Это такие конструкции, которые используются, чтобы рассказать о том, что мы любим делать. Перед глаголами na ing в таких конструкциях мы используем следующие глаголы. Like нравится. Например, she likes riding a horse. Она любит кататься на лошадях. love, любить. I love walking with my dog. Я люблю гулять с собакой. И глагол, например, hate, ненавидеть. They hate buying presents. Они ненавидят покупать подарки. Давайте посмотрим, как же нам с вами построить предложение. Для этого мы возьмем с вами местоимение are you with they, либо существительное во множественном числе. Добавим к нему глагол like, нравится, enjoy, love, любить, hate, ненавидеть. И глагол с окончанием ing. Если мы говорим про третье лицо, единственное число, например, he, she, it, либо существительное в единственном числе. В таком случае мы добавим глаголы likes, enjoys, loves или hates с окончанием s. И глагол с инговым окончанием. Например, I like picking berries. Мне нравится собирать ягоды. He enjoys making cocktails. Ему нравится готовить коктейли. Как же нам построить отрицание? Давайте посмотрим. Например, если речь идет о are you with they, или существительном во множественном числе, мы добавляем don't, затем глагол like, enjoy, love или hate, и глагол с инговым окончанием. Если мы говорим про третье лицо, единственное число, местоимение he, she, it, либо существительное в единственном числе, мы добавим doesn't, затем like, enjoy, love и hate, тоже в своей начальной форме, и глагол с инговым окончанием. Например, he doesn't like cleaning. Он не любит убираться. He, потом doesn't, like, остается в своей форме, cleaning, убираться. Или I don't like working late. Я не люблю работать допоздна. I, потом don't, отрицание не, like, люблю, working late, работать допоздна. Ребята, наверное, вы помните, что у don't и doesn't есть еще полная форма. Например, don't, do not, и doesn't, does not. Мы тоже можем их использовать в предложении. К примеру, they don't enjoy working alone. То же самое, что и they do not enjoy working alone. Они не любят работать поодиночке. Или it doesn't like playing with a ball of yarn. Или it does not like playing with the ball of yarn. Он не любит играть с клубком ниток. Как же нам с вами построить предложение вопрос? Для этого мы на первое место поставим do, затем are you, with they, либо существительное во множественном числе, и глагол love, like, enjoy или hate, плюс глагол в с инговом окончании. Если мы говорим про третье лицо, единственное число, мы начинаем предложение с does, затем he, shit, либо существительное в единственном числе, love, like, enjoy, hate, и глагол в с инговом окончании. Например, do they love posing for photos? Они любят позировать для фото? Или does he like cooking? Он любит готовить? Начинаем с does, потом кто? He, like, нравится, любить. Что? Cooking, готовить. В глагол в с инговом окончании. Как же мы отвечаем на данные вопросы? Используем краткие ответы. Либо yes, I do, you do, we do, they do, либо no, I don't, you don't, we don't, they don't. То же самое с третьим лицом, единственным числом. Yes, he does, she does, it does, no, he doesn't, she doesn't, it doesn't. Окей. Например, do they love posing for photos? Yes, they do. А не любят позировать для фотографий? Да. Does he like cooking? No, he doesn't. Любит ли он готовить? Нет, не любит. Важно. Обычно мы просто добавляем глаголы окончания ing, но есть исключения. Давайте их вспомним. Если глагол заканчивается на гласную и, то она опускается, и мы добавляем окончание ing. Например, she loves baking biscuits. Она любит печь печенье. Bake – глагол, который заканчивается на и, ее мы опускаем и добавляем окончание ing. Получается baking. Когда глагол оканчивается на i, ее, эти две буквы заменяются на одну y, и мы также добавляем окончание ing. Например, she hates lying. Она ненавидит лгать. Lie – глагол, который заканчивается на i, ее, их мы меняем на y и добавляем окончание ing. Если же глагол заканчивается на гласную плюс l, мы удваиваем эту согласную. He loves traveling by car. Он любит путешествовать на машине. Глагол travel заканчивается на гласную плюс l. Гласную l мы удваиваем и добавляем окончание ing. Если же глагол оканчивается на одну согласную букву, перед которой есть ударный гласный звук, то согласная буква на конце удваивается. Например, I like beginning my day with a bottle of water. Мне нравится начинать день с бутылки воды. Begin – это глагол начинать, заканчивается на согласную, но перед ней ударная гласная i. Begin – начинать. Поэтому мы с вами удваиваем in, и у нас получается beginning с двумя in. Ну что, ребята, давайте поиграем и проверим, как мы с вами запомнили правила. So, people around the world are different. Люди по всему миру разные. In China people launching fireworks. В Китае людям нравится запускать фейерверки. Как мы скажем, что людям нравится? People like или people likes? Окей, people like, потому что people – люди – это множественное число. Окей, go on. They don't like home on holidays. Они не любят сидеть дома в празднике. Как будет сидеть дома, оставаться дома? Staying home как в первом варианте или staying как во втором? Right – это будет staying как в первом варианте. Глагол заканчивается на y, мы добавляем окончание ing. In Spain people love dancing или like singing. Как нам сказать, что в Испании люди любят танцевать? Окей. In Spain people love dancing. That's it. Молодцы. Им нравится двигаться. Какое из слов будет написано правильно? Moving как в первом варианте или moving как во втором? С двумя ви или с одной? Right. Это будет одна ви. They enjoy moving. Давайте теперь исправим ошибки. In Japan people love putting on traditional clothes. В Японии люди любят надевать традиционные наряды. Что не так? I'll give you a hint. Я вам дам подсказку. Что-то не так с глаголом с окончанием ing. Но что? Right. Нам нужна еще одна t. Потому что глагол заканчивается на согласное. Перед ним идет ударное гласное. Согласны, нам нужно удвоить. Они не любят пропускать фестивали. They don't like missing festivals. Что здесь не так? Окей. У нас неправильно не. С they мы используем don't. Молодцы. People in India enjoy making pies for weddings. Люди в Индии любят печь пироги на свадьбу. Что у нас здесь не так? Что-то не так с глаголом с окончанием ing. Right. Глагол make у нас с вами заканчивается на и. Ее мы убираем и добавляем окончание ing. Really good. They don't hate eating meat. Они не любят есть мясо. Что здесь не так? I'll give you a hint. Дам подсказку. Неправильный глагол любят. Right. Правильно сказать. They don't like eating meat. Они не любят есть мясо. That's it. Молодцы. Давайте теперь с вами попробуем составить предложение из представленных слов. Ставьте видео на паузу, составляйте, а потом будем проверять. Are you ready to check? Готовы проверять? Let's go. People in America like playing football. Люди в Америке любят играть в футбол. Like, потом глагол sing и что? Во что играть? Футбол. Футбол. Окей. Ставьте на паузу, соединяйте, потом будем проверять. Окей. Футболисты не любят, ненавидят бегать под дождем. Окей. Go on. Ставьте на паузу, потом будем проверять. Окей. Ready to check? Let's go. People in Italy enjoy riding scooters. That's it. Молодцы. Молодцы. Как составить предложение здесь? Let's check. They love eating pizza. Really good. Окей, guys. What about you? Что насчет вас? Do you like eating pizza? Yes, I do. Или no, I don't. Окей. Do you like playing football? Yes, I do. Или no, I don't. Окей. Do you like riding scooter? Yes, I do. No, I don't. Окей. Do you like baking pies? Yes, I do. Или no, I don't. Окей. Do you like dancing? Yes, I do. Или no, I don't. Great. So, ребята, сегодня мы познакомились с вами с конструкциями, с глаголами на ing. И даже научились их использовать в предложении. Вы большие молодцы. Увидимся в следующий раз. Goodbye. Goodbye.